Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Впереди нас ждет замечательная дата. Такие три двойки. 222 года. Мы будем праздновать со дня рождения города Краснодара. Это одна из тем нашей сегодняшней программы. А гость передачи, начальник городского управления культуры Татьяна Рубин. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Не буду скрывать, наши с вами встречи в сентябре мне всегда особенно приятны, потому что я могу раньше других жителей города Краснодара узнать, как будет праздноваться день города. Но об этом поговорим, если позволите, чуть позже, потому что у меня есть еще одна любимая тема. Это дети. Сентябрь уже, первое сентября уже прошло. Но дети, помимо того, что пошли в общеобразовательные школы, пошли еще и в школы искусств, пошли в различные кружки, секции и так далее. Я имею в виду культурные направленности. Как в этом отношении начала работать культурная отрасль? Много ли детей пришло? Все ли коллективы, которые в мае уходили на каникулы, начали работать в сентябре? Спасибо за вопрос. Действительно, так же, как и система образования, система культуры имеет, во-первых, образовательные учреждения, а во-вторых, учреждения для развития творчества детей в клубных учреждениях и в библиотеках. И поэтому, конечно, поскольку это дополнительное образование, мы очень много предпринимали мер для того, чтобы подготовить наши школы и наши другие учреждения к новому учебному году. И на это были направлены, вот в течение полугода, наверное, направлены наши основные усилия. Это и укрепление антитеррористической защищенности, и ремонт где-то фасадов, где-то благоустройство территории, где-то ремонт классов. Вот эти все работы мы благополучно завершили. Сейчас у нас идет работа по устройству котельной, газовой котельной в детской школе искусств номер 2. И мы надеемся, что, наконец, перейдем от печного топлива к газовому в этой школе искусств. И, таким образом, мы полностью готовы к приему детей. В этом году в школу искусств пришло 11 694 ребенка. Это дополнительно или это общая ценность? Всего. 11 694. Это на 720 больше, чем в прошлом году. То есть мы продолжаем обучать детей, и пришли первоклассники. Но должна сказать, что мы уже не первый год сталкиваемся с такой проблемой. С одной стороны, она радостная, а с другой стороны, ее надо решать. Потому что так же, как и в общевыразовательных школах, и в школах дополнительного образования, уже не хватает мест для приема детей. И, к сожалению, у нас начало сентября, конец августа, начало сентября посвящены тому, что родители вдруг вспоминают, что ребенок же хотел учиться. Его же нужно куда-то пристроить. А, извините, набор у нас заканчивается уже в мае-июне месяце. И поэтому, конечно, я призываю родителей заранее думать о том, где ваш ребенок будет получать дополнительное образование. А в наших школах оно действительно качественное, высокого уровня. И, конечно, сейчас городская власть делает все для того, чтобы каким-то образом восполнить этот пробел. Потому что, реально, детям надо учиться, в том числе и в школах искусств. Это очень важно. И я должна сказать, да. Я прошу прощения, что перебиваю. Вот я когда разговаривал со спортсменами, они говорили, что у них есть такая определенная проблема. Ну, хотя, не знаю, насколько это проблема. Но, тем не менее, в сентябре в спортивные школы приходит огромное количество детей. Потом, ближе к Новому году, их несколько сокращается, потому что у нас же, как в стихотворениях, да. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота и так далее. Здесь примерно есть такая проблема. Нет, я не могу сказать, что есть такая проблема, поскольку мы стараемся настроить родителей и детей на то, что отсева в наших школах быть не должно. Не положено, что называется. Конечно, бывают разные причины. Бывают по состоянию здоровья, переезд в другой город или в другой населенный пункт. То есть объективные бывают причины. Но в целом мы настраиваем и педагогические коллективы, и руководители учреждений дополнительного образования, чтобы отсева не было. Именно по этому признаку, по этому показателю оценивается работа школ. То есть, если ребенку стало неинтересно, значит, школа не сделала все возможное для того, чтобы ребенок задержался, а не отдал предпочтение спортивной секции. Ну, или там еще какому-то лечению. То есть рисованием и музыкой какой-то один придет. Да, да, да. Нет, но он может в наших школах учиться и рисованию, и музыке. Это, пожалуйста, это разрешается. И, кстати, этой возможностью очень многие пользуются. А есть ли уже, может быть, какие-то данные или там какой-то анализ уже проводился? Вот те новые дети, там, те первоклассники, которые пришли, насколько они талантливы, насколько они готовы все это дело воспринимать, учиться на четверке-пятерке и показывать хорошие результаты? Алексей, ну, изначально все дети талантливые. Ну, это да. Да, все дети талантливые. И в наших школах мы сейчас обучаем детей. Это предпрофессиональное образование, общее образование. Есть общеразвивающие программы, и мы еще доучиваем по художественно-эстетическим программам. Доучиваем, уже не набираем. То есть по интересам, если ребенок действительно стремится себя реализовать в этом направлении искусства, то он этим и занимается упорно. Есть дети, родители которых говорят, да нам, для общего развития. Не все же будут рикторами потом. Нет, конечно, в этом и нет необходимости. Ребенок просто должен расширить свой кругозор. Ребенок должен понять, что такое красиво, что такое хорошо и что такое плохо. А средством искусства это легче достучаться до сердца ребенка. Поэтому, конечно, мы понимаем, что все пришедшие, еще раз подчеркиваю, к нам дети талантливые, но у кого-то есть предпочтение в развитии этого направления, а кто-то учится, но опять-таки он должен успешно учиться. То есть я благодарна родителям и детям, потому что в любом случае обучение вот на дополнительном образовании, это все равно труд, это все равно время, это все равно упорство. Поэтому я призываю всех, во-первых, этому посвящать, родителям посвящать этому время и приводить детей, а детям не отступать и понимать, что чем больше знаешь, тем интереснее становится. И даже если бы, может быть, ты не хотел особенно играть на флейте, предположим, а папа сказал, нет, будешь учиться играть на флейте, то вот первые трудные самые месяцы пройдут, когда он освоит только технику, когда он поймет, что... А потом он почувствует вкус. Когда появится красивая мелодия. Да, ведь много очень примеров таких, да, когда родители заставляли ребенка учиться, а он потом стал великим музыкантом или великим танцовщиком. То есть вот надо везде прикладывать труд, и тогда успех обеспечен. Но вот здесь, мне кажется, немаловажным должно быть еще и вот, как бы, этот, сказать, творческий выход, да, когда, мало того, что мы занимаемся вот здесь вот в секции, в кружке, в музыкальной школе и так далее, мало того, что об этом знает преподаватель и родитель и соседи, когда ты на флейте или на трубе играешь вечером дома. Здесь должны быть какие-то концерты и какие-то выступления. И вот здесь немаловажную роль, ну вот, мне кажется, да, я там вспоминаю, допустим, слова главы Карасунки Николая Алексеевича Хропова, который говорит, мы, вот там у нас в парке 40 лет, точнее, в парке Солнечный остров, у нас есть площадка, и на каждый праздник, по выходным мы ее предоставляем для того, чтобы выступали творческие коллективы, в том числе и детские. Эта практика, она продолжается в городе Краснодаре? Готовы ли вы использовать вот такие площадки? Ведь у нас в каждом сквере, в каждом парке есть такие площадки. Да, 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 абсолютно точно. И это те самые площадки, на которых и совершенствует свое мастерство наши учащиеся школы. Потому что, реально, те, кто идут учиться музыке, даже художественному творчеству, они изначально понимают, что это, ну, такие отрасли, где показываешь то, что ты можешь другим, не только для себя. Ну, где изначально это же заложено. Ты должен выплеснуть, да. И поэтому мы с малых лет, мы просто ведем такую статистику. Дети уже с первого года обучения у нас принимают участие в концертных программах. Сначала это концерты для родителей, для учеников, потом это концерты в парках, это участие в фестивалях, это участие в конкурсах. То есть это очень такая серьезная и системная работа. Но работа обязательно на зрителя, работа на общество, чтобы отдать и получить обратно вот этот позитив, эти эмоции. И как раз и желание этим заниматься тоже, когда получаешь оценку от родных, от соседей, от одноклассников. Когда слышишь овации, когда выходишь на авансырную планируешься. Кто-то умеешь, и ты умеешь с каждым годом это лучше и лучше. И у нас ведь практически 70% наших учащихся, а где-то и больше, намного эта цифра, и, кстати, она заложена даже в дорожных картах, являются участниками концертных программ, конкурсов и фестивалей. Но вот то, что касается конкурсов и фестивалей, здесь я понимаю, здесь существуют планы, здесь существуют графики, здесь есть определенное финансирование и так далее и тому подобное. То, что касается концертов внутри для родителей, я тоже понимаю, ну какой родитель откажется посмотреть на своего ребенка. Я все-таки к паркам и скверам. Для того, чтобы там концерт прошел успешно, ведь нужно зрителя, обывателя, горожанина или гостя кубанской столицы приучить, что там это происходит. Значит, нужно развивать эти площадки, их нужно популяризировать, выговорил это слово, нужно привлекать к ним внимание. Существует ли какая-то определенная программа в этом отношении? Вы знаете, вообще наши парки, они действительно должны стать притягательными. И не только за счет того, что там выступают дети, и мы приглашаем туда родителей. А вы, наверное, вот мне зрители найдут соврать, и вы тоже, что в последнее время парки открылись горожанам. Они открылись совершенно новыми, новыми какими-то формами. То есть не только аттракционы, да? Нет, не только аттракционы и зеленые насаждения. Мы проводим совершенно разные фестивали. Мы проводим открытые уроки школы танцев, мы проводим открытые занятия йогой, мы проводим велопробежки, спортивные мероприятия. У нас открыты новые волейбольные площадки. Тут даже кино показывают, да, вот под открытым... Да, открыт многофункциональный центр, кинотеатр Летний, кинотеатр Аврора в Чистяковской роще. И там не только фильмы, а там и уроки иностранного языка, и разнообразные по разнообразным направлениям, различные мероприятия, которые очень-очень удобно проводить вот именно в таком сооружении летнем, открытом и приятном, и снаружи визуально, и внутри себя ощущать там очень приятно. Тем более у нас и климат хороший, да, и погода, и это можно делать на протяжении большого промежута времени. Конечно, наши парки работают круглогодично, они не закрываются на зимний период. Поэтому вот этими общими стараниями мы делаем парки притягательными, и тогда уже для детей это престижно, выступить на площадках парков. Вот сейчас мы приближаемся к празднику, о котором мы говорили, и уже сейчас у меня телефон раскаляется, потому что звонят разные музыкальные группы, исполнители, солисты. Недавно у меня тоже на приеме был преподаватель, коллектив, который занимается не в школе искусств, но они тоже хотят выступить на День города, выступить в парках. То есть это становится престижным. Вот совсем недавно, вот в эту субботу-воскресенье в Чистяковской роще прошел такой интересный очень проект «Стереопикник». Ведь это же как интересно. Ведь я получила огромное удовольствие. Два дня на протяжении двух дней лучшие рестораны города на территории парка, там, где у нас новая сцена установлена, установили свои палатки, барбекю, мангалы, то есть все, что пригодно для пикников, они представляли свою продукцию, а на сцене шло выступление музыкальных коллективов. И все это под открытым небом, и люди могли свободно, там были совершенно разные приспособления для того, чтобы можно было уединиться на любой территории парка, под любым деревом и кустиком, на зеленой травке. Вот этого всего набрать-набрать, и прилечь на подушках и слушать музыку. И музыка звучала хорошая. Вот я, во всяком случае, попала, джаз звучал. И джаз хороший, качественный. То есть, вот, понимаете, такая атмосфера, она дорогого стоит. Я прошу прощения, что перебиваю вас, потому что у нас вот тоже такая программа, знаете, она как солянка. Мы можем узнать, что будет на День города и чем у нас заняты дети. А еще можем посмотреть рекламу, которую мы сейчас и покажем нашим зрителям. А потом вернемся в эту студию и уже будем говорить про День города. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о предстоящем Дня в городе. Ну, точнее, сейчас будем начинать говорить именно об этом. А в первой части нашей программы мы говорили о наших детях, о тех детях, которые занимаются в школах искусства и других, как бы это правильно сказать? Учреждениях культуры. Учреждениях культуры. Хотела сказать объектах культуры. Да, очень важно. Главное, мы с вами говорили, да, вот о детях, о том, что, да, для них очень важно выступление, да, что они готовятся к этому. Наш корреспондент Марьяна Халатриан решила помочь нам в нашем разговоре сделать такой мостик от детей к Дню города и подготовила сюжет о том, как готовятся дети отдельно взятого творческого коллектива к тому, что они будут выступать на Дне города. Давайте посмотрим. Знакомьтесь, это Гуцулята – одноименная народная постановка хореографического коллектива «Ритм-балет». В их репертуаре национальные танцы. Этот посвящен гуцулам, народу Закарпатья. После длительных летних каникул танцевать легко и ярко не получается. Нужно быстро приходить в форму. Ведь совсем скоро ответственное выступление на Центральной площади в День города. Восьмая детская школа искусств славится талантами. Танцевальные коллективы «Ритм-балет» и «Дансфолия» – это артисты постарше, активные участники многих международных хореографических конкурсов и фестивалей. Один из последних прошел в Болгарии. Там юные звезды заняли гран-при. Перед сценой захватывает просто волнение, потому что боишься, если что-то неправильно сделаешь, боишься, что это все увидят, что там, не знаю, что как-то критиковать будут. А когда на сцене появляешься, то появляется чувство, что ты уже свободен. Полет и свобода в каждом движении. Зритель не должен видеть, с каким трудом даются хореографические элементы и комбинации. Учат своих звездочек преподаватели. Специально ко дню города они даже увеличили количество репетиций. Теперь будут заниматься и по воскресеньям. Для нас это важное событие. Я думаю, как и для всех коллективов школы искусств. Поэтому мы выбираем самых-самых девочек, которые профессиональные, которые артистичные. И стараемся взять старший возраст и немного среднего возраста. Потому что малыши еще не очень готовы. У них все впереди. И выступления, и аплодисменты, и победы в конкурсах. А пока репетиции и еще раз репетиции. Главное требование от строгих преподавателей – синхронность в движении. Ну вот уже подготовка к дню города, я так понимаю, идет полным ходом. Но по опыту наших с вами прошлых встреч я помню, что не только театральная площадь – это день города. День города у нас по всему городу. И начинается задолго, там за 2-3 недели до основного события. В этом году эта традиция сохраняется? Абсолютно точно. Она, как всегда, начинается с востока. И станица Старокорсунская, и некоторые еще станицы уже отметили день города. Дальше география будет расширяться. И все станицы, и все округа практически до дня города уже отметят эту славную дату. И Хуторокопонской, и Елизаветинская, и Белозерный. То есть практически все населенные пункты готовятся к этой дате. И чтобы была возможность у жителей этих населенных пунктов побывать и на центральном дне города, мы проводим эти мероприятия заранее. То есть они уже начались? Да, они уже начались, идут активно. И, кстати, наши учащиеся школы искусств и домов культуры также активно участвуют в этих мероприятиях. Тогда возникает вопрос. У вас есть возможность все это дело сравнить по уровню подготовки, по уровню, я не знаю, празднования, по масштабам, если сравнивать этот год, сравнивать, не знаю, прошлый, позапрошлый. Ну, позапрошлым-то было вообще 220 лет, такая круглая дата. Сейчас, может быть, не столь круглый, но зато очень красивый, 222. Как это выглядит? Я благодарна, что вы сразу, когда началась наша встреча, отметили, что очень красивая цифра 222. И мы тоже, когда с режиссерской постановочной группой задумались, а как нам бы выиграть эту цифру 222. И у нас родился такой очень красивый образ. И я думаю, жителям он тоже понравится. Цифра 222, да. Три лебедя. Вот да, я сейчас... Три лебедушки. Три ангела. И я хочу сказать, что, как всегда на театральной площади, когда мы организуем подобные праздники, мы стараемся готовить номера, ну вот, готовить номера, ну, настолько специально под этот праздник. То есть мы даже, мы готовим номера вот от начала и до конца наши и музыку сочиняют композиторы наши, и слова сочиняют, и постановка номеров. И вот даже показывают... Все оригинальное получается. Все оригинальное, все эксклюзивное. Вот даже школу искусств показали восьмую. Это отлично, номера готовят лучшие. Но вся еще особенность в том, что у нас будет очень много сводных номеров. Поэтому ответственность еще выше, еще выше у всех участников этого концерта. Потому что мало того, что они должны оттачивать свое мастерство, они должны в рекордно короткие сроки овладеть этой сценической площадкой. То есть влиться, да, в большой сводной. Вот по поводу трех лебедушек я даже выписала слова, которые будут звучать в самом начале песни «Три лебедушки». Вот послушайте. «Краснодар, ты мой дом и мой батюшка. Дохранят тебя вновь и вновь три ангела, три лебедушки, вера, надежда, любовь». И вот вокруг вот этого всего, вот в таком настроении мы построим весь праздник на площади. А называться он будет «Здравствуй, Краснодар» или «Прогулка по городу». «Здравствуй» не в том смысле, что мы здороваемся, а мы желаем здравия всем. А прогулка по Краснодару, потому что наш город становится все более привлекательным для туризма. Все больше туристов у нас получается. А мы, местные жители, зачастую не знаем достопримечательностей, не бываем в каких-то очень интересных и знаковых местах. Поэтому мы и весь наш сценарий построили на основе экскурсий по городу. И все это будет очень интересно. Во-первых, наша прогулка будет в ритме вальса, марша, хип-хопа. Да, и другие зажигательные ритмы у нас будут. Все это будет преподнесено очень вкусно и интересно, с некими акцентами. Так, чтобы все зрители стали участниками этой экскурсии. Не зрителями, а участниками. И очень многое для себя почерпнули. Вот в этом мы видим нашу задачу. По поводу участия и экскурсии. Мы решили провести небольшую экскурсию в прошлый день города Краснодара. Спросили у участников этого праздника, у жителей Краснодара, что им запомнилось из прошлого. Давайте сейчас послушаем, что они отвечали. Я никуда не ходила с детьми дома. На театральной площади были. Было много народу весело, не скучно, за что хочется поблагодарить именно нашу администрацию. Ничем я с внучкой занят. А я не была, если ничем. Я был на даче, честно говоря. Так что, ну... По отзывам родственников, очень хорошо получилось. Вот опять же, мне кажется, особенность нашего региона, что еще тепло, да, и на день города можно как-то заниматься какими-то другими делами. И тем не менее, я прекрасно понимаю, что, ну вот три лебедя, три лебедушки, да, и три ангела, это понятно. А в чем будет, может быть, можно уже сейчас раскрывать какие-то секреты? Может быть, будет какая-то изюминка, какие-то звезды, что-то еще? Ну, как-то вот всегда, да, вот вы всегда спрашиваете о звездах, о фейерверках. Еще раз говорю, наши звезды самые лучшие. Нет, я здесь не сомневаюсь. Да, да, то есть, ну правда, артисты и краевых учреждений культуры, и Кубанские казачьи хоры, и Краснодарская филармония, и Творческое объединение премьера, они во всем мире, это звезды, а мы как всегда... А мы же, ну, они же наши родные, мы же всех их знаем. Но тем не менее, я чтобы, да, понимали, во-первых, мы их не так часто видим, тем более на открытых площадках, и этим надо пользоваться. И я призываю вот сегодня опрос такой как-то, вот мало кто что видел, немножечко так, знаете, по сердцу, да. Я думаю, что они немного подзабыли просто вот эти ощущения. Много мероприятий, да, 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 этим мы славимся. Так вот, надо выходить и надо принимать участие. Ну, что касается звезд, может быть, будем говорить просто вне, те, кто не в городе. В этом году в качестве подарка у нас на концерте выступит Юлия Савичева. Очень интересная певица, со своей харизмой, очень известная, поэтому я надеюсь, что молодежи, да и людям постарше это тоже понравится. И все-таки я продолжаю настаивать, что вот сама концертная программа, даже не концертная, вот, ну, это такое представление, его надо обязательно видеть. И надо видеть... И телевидение его не передаст. Обязательно передаст. Вообще это будет... Нет, я имею в виду атмосферу. А, атмосферу не передать. Здесь нужно видеть вживую. Это не передать, да. Вот так же, как я, когда говорю, приходите в парки. Вот, например, в парке на следующий день состоится фестиваль ветра. Ведь это же не передать ничем. Фестиваль ветра. Вот даже название, понимаете, придумано интересно. Это будут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. Это будут соревнования по волейболу, бадминтону, теннису. То есть все, чему помогает ветер. Вот чувствуете, да, какая такая вот интересная подоплека. А завершится это все парадом воздушных змеев, выступлением музыкальных коллективов. То есть мы во всем ищем изюминку, во всем думаем, как привлечь разные аудитории. И вот даже мы понимаем, что, да, детям будет очень интересно в парках. Даже для ветеранов, для людей пожилого возраста мы обязательно проводим в один из дней мероприятие. Вот в этом году у нас на Пушкинской площади будет фестиваль творчества «Не стареют душой ветераны». Вот здесь вынужден вас прервать, потому что время, к сожалению, для зрителей нашей программы, оно подошло к концу. Но вот для нас с вами наступает тот самый момент, о котором я говорил в начале. Вот теперь-то я и узнаю все секреты праздника, но уже без наших зрителей. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о Дне города. И гостем нашей сегодняшней программы был начальник городского управления культуры Татьяна Руман. Еще раз большое спасибо. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующий раз. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!